Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Ромбальская. Молодые и амбициозные 18 специалистов, только начинающих свою карьеру, в преддверии Дня города получили награды от депутатов Мингорсовета. В первые годы своей работы они блестяще проявили себя на производстве и в общественной жизни. Самые успешные представители городских организаций и предприятий были отмечены в девяти номинациях. Впервые в этом году получили награду и представители органов государственного управления и соцзащиты. Также каждому участнику городского соревнования вручили именной сертификат. Работа у нас, насколько важна, настолько она интересная. Работаю я авиадиспетчером. И данная премия поможет мне расти дальше карьерным путем, продвигаться по службе и будет дополнительная мотивация. В первую очередь это огромный опыт, это признание коллег. Так как я молодой специалист еще, то приятно, что заметили. Получаю удовольствие от своей работы, я получаю удовольствие от детей, которых я обучаю. У меня 10 класс, в частности профильный класс, где я могу еще больше заставлять ребят любить историю, любить свою страну и развивать их еще больше. Люди, которые ковали историю нашей страны. Сегодня руководство столицы встретилось с героями Советского Союза и ударниками труда. Среди них бывшие политики, военные, работники промышленного и сельскохозяйственного производства. Чествование героев приурочили ко дню города. Ведь именно им Минск обязан своим обликом. Город сверху растет, процветает. Он уже имеет не просто для Беларуси значение, а мировое значение имеет этот город. Они видят и оценивают, как развивается столица и гордятся ей так, как и мы гордимся ими. Каждый из них – это человек-легенда. Современный гостиничный деловой комплекс открыли сегодня в Октябрьском районе. В распоряжении минчан и гостей столицы 120 комфортных номеров по доступным ценам. Фитнес-комплекс, бизнес-центр, а также удобная парковка на полсотни машиномест. Позаботились проектировщики о создании безбарьерной среды. Так для людей с ограниченными возможностями оборудовали комфортные гостиничные номера и широкие коридоры. В ванных комнатах нет никаких бордюров. То есть можно спокойно передвигаться. Есть поручни-держатели. Есть необходимое сидение для принятия душа. То есть, в общем-то, абсолютно полностью комплектованы номера в соответствии с местным законодательством, в соответствии с международными стандартами. С учетом того, что данная территория будет благоустроена, окончательно построен еще ряд очень значимых центров и объектов на данной части к концу 2017 года, я думаю, что данная гостиница будет пользоваться тоже спросом. Прямые телефонные линии продолжают работать в столице по единому графику. В субботу, 12 сентября, с 9 до 12 часов на связь с минчанами выйдет первый заместитель председателя Мингрысполкома Владимир Кухарев. Он ответит на вопросы, которые касаются городского хозяйства, сферы ЖКХ, энергосбережения и транспортной инфраструктуры. А вот один из звонков в администрацию Центрального района особенно заинтересовал чиновников. Мужчина обратился на прямую телефонную линию к главе района и предложил разбить на крыше многоэтажки французский сад. При этом минчанин заявил о готовности полностью профинансировать реализацию идеи и таким образом внести свою лепту в благоустройство родного города. Оригинальное предложение чиновники пообещали рассмотреть в ближайшее время. Это хороший французский садик со вторым, с третьим ярусом. Несколько крупных деревьев, те, которые могут произрастать в нашем климате. Это можжевельник, это туи, это пихта, кедр. Минск скульптурный. Площадку у западного рынка украсил монументальный зверинец. По соседству с уже полюбившейся горожанами бронзовой статуи провинциального торговца, здесь появились и персонажи из советских мультфильмов. Бегемот, жираф, львенок и черепаха. Скульптурная композиция станет своеобразным подарком жителям Фрунденского района ко дню города. Скульптуры изначально замышляли, что, во-первых, там много детей, что они будут залезать на эти скульптуры, будут с родителями фотографироваться. И, в принципе, скульптуры удобны для того, чтобы на них сидеть. У нас в планах еще продавец народных промыслов, корабейник, что-то в этом духе. Вагончик тронется, перрон останется. По маршруту Серебрянка-3 с Серебрянкой-Зеленый Лук сегодня курсировал необычный курьерский трамвай. Проезд в нем был бесплатным, а вместо контролеров пассажира встречали дружелюбные журналисты с приятными сюрпризами и сладкими подарками. Напомню, подобную акцию традиционно ко дню города проводят одну из главных информационных агентств столицы совместно с предприятием «Минск Транс». Идея превосходная. Приятно заходить в вагон и встретили приятную всю. Это было очень приятно. И сразу настроение поднялось. И хочется чего-то хорошего. И, наверное, это счастливый день. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которые всегда рядом работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи.